Московское время 18 часов. В эфире новости. Малиновский район продолжает дивизировать пироман. Накануне неизвестный чуть не жёг живьём семейную пару. Чудом никто не пострадал. Всего от 10 маньяков пострадало 5 домов и 2 машины. Сильные дожди вызвали наводнение. Пострадавших нет. Власти принимают все меры для ликвидации последствий. А шкурь и на рынок снеси. КОНЕЦ Власти пока не будут отменять карантин. Сегодня был обнаружен ещё один очаг африканской чумы. В деревне Потёмкино сожгли 250 свиней. А сейчас музыкальная пауза. КОНЕЦ 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 Личность пока не установили. Ни телефон, ни документов при нём нет. Что рядом? Да ничего необычного. Просто окраины, жилые дома, пара магазинов. Мы прошли с участковым по домам, но его никто не знает. Ясно? Держи меня в курсе. Хорошо. Так, что вы, пострадавший жить будете? Тебя где носит? Да там босс у них поломался выше, на круглях. Что с потерпевшим? У мужика голова разбита чем-то тяжёлым. Вещички подрезаны, на первый взгляд всё выглядит как ограбление. Но есть два обстоятельства. У него в руке был зажат какой-то документ с печатью. Его вырвали, но плачок остался. Так, а второе обстоятельство какое? Кажется, откачали. Оксана, ей задание. Да не бойся это на завтра. Нужно запросить у местных их наработки по пироману. Он держит в страхе весь Малиновск. А как это связано с трупом? Мужчина выжил. А выжил? Ну слава богу, как хорошо. На ночь нужно слушать только хорошие новости. А я смотрю ты мысленно уже в пижамке перед телевизором. Ну если честно, да. Подождите, а при чём здесь пироман? Скорую потерпевшему вызвали люди, дом которых скорее всего пытались поджечь. Вряд ли эти два события произошли независимо друг от друга. Более того, возможно потерпевший и есть пироман. Доброе утро, Валя. Доброе. Съездил я в Малиновскую больницу. Пострадавший в коме лежит на аппаратах. К ранее толком не подобраться. Но могу сказать, что удар нанесён небольшим предметом округлой формы. Камень? Это может быть камень. Если бы я могла осмотреть голову... Я понимаю, Валя, вывода будет погрешность, но всё же. Удар пришёл покасательный, но череп всё равно треснул, что говорит о невероятной силе удара. Надо искать здоровяка. Смотри, я зажигалку какую-то нашла. Хозяин! Хозяин, посмотрите, это ваша зажигалка. Мы со старой не курим. Зачем мой забор-то повалили? У тебя старый забор на честном слое держится. Повалили, троллицы повалили. Главное, дом уцелел, радуйся. На мой забор-то ещё блядь сто простоял. А прав старый. Забор-то действительно кто-то умышленно выдернул. Ой, это кто у нас такой ушастый? Смотри, какие гости к нам пожаловали. Пожарить бы его с луком не сожрять. Так, в общем, вот такой преступник унёс орудие убийства с собой. На орудие поджога-то оставил нам? Местные провели ряд мероприятий. Проверка ПНДшников ничему не привела. Пиромани, может быть, и не связаны с явным психическим нарушением. Что-то ещё делали? С населением работали через СМИ. Ясно. Начинаем всё с нуля. Поджоги начались три месяца назад. Поджигают либо дом, либо машину. Предположительно, пироман был на скутере в шлеме. Один раз он попал под камеры. Для поджога используют бензин. В скутер. Возможно, подросток. Подними все дела по хулиганам. Пироманы часто имеют склонность к асоциальному поведению. Галинькова, вчерашний поджог был без использования бензина. И ещё есть различия серии. Ранее поджоги совершались между четырьмя и пятью утра. А этот поджог был в 22 часа вечера. Оксана, срочно составь географию поджогов и мне на стол. Поджог с зажигалкой. Время не совпадает, да и объект поджога незначительный. Соответственно, делаем вывод. Либо пироман поменял свой почерк, либо это не его рук дело. А зачем такие сложности, бессмысленные действия совершать? Привлекать внимание к себе и к жертве. Всё, старый, забор как новый починили. Кривовато. Раньше лучше было. Ну, хотите, мы можем обратно положить. Ну, если не приглядываться, то сгодится. Вероника, на клочке бумаги печать нотариуса Иванова. Да, оригинальная фамилия. Ну и Малиновский, Москва. Там всего один нотариус Иванов. Галина Николаевна, нотариус опознал пострадавшего. Это Алексей Бондаренко, он его клиент. Вчера он какую-то бумагу заверял. Там что-то по медицине связанное. Я не знаю, что конкретно. Меня сейчас распечатают. Я пока жду. Я на пороге опилки с кларкой посыпаю. Сапоги переобуваю перед входом. Чужих не пускаю. У меня все здоровые. Больных нету. Что с тобой? Зову-зову не слышишь. Задумалась о чем? Они говорят найти альтернативу свиньям. А сало с кого снимать? С бегемотов что ли? Они тут не водятся. Ну а кролики? Поднесу, субсидии в районе дают. Кидалова и Обдиралова. Они по бизнес-плану дают 1200 рублей за кролика. А с него больше двух кило не снимешь. Нет, пока школа работает, и Лешка зарплату получает, я не соглашусь. А если они школу закроют, то я саму лис клочу и пчелу заведу. Помнишь, какая пасека была у моего деда? Ой, номер неизвестный. Лешка ночевать сегодня не приходил. Может, случилось чего? Ну ты ответь, ответь. Да? Да. Алексей Бондаренко 35 лет. Работает в деревенской школе на трех ставках. Физрук, учитель труда и завхоз. Жена Натальи Бондаренко на другой страничке. Фермер. Живут в деревне Потемкино. Потемкино находится в 20 километрах от Малиновска. Как он оказался на месте поджога? Недалеко автостанции. Может, туда шел? Надо узнать, с какой целью он приехал из деревни. Жаль он в коме, жаль. Котов уже поехал туда, к его жене, в деревню. Может, она должна что-то знать. За пару часов до нападения Бондаренко оформил официальный запрет на изъятие у него донорских органов в случае насильственной смерти. ФЭС расследует нападение на школьного учителя Алексея Бондаренко. Он был найден на окраине Малиновска с черепно-мозговой травмой. Дом возле места происшествия пытались поджечь. Малиновск уже несколько месяцев терроризирует пироман. Выясняется, что накануне Алексей оформил нотариальный запрет на изъятие у него донорских органов. Сейчас Алексей – идеальный донор. Мозг поврежден, остальные органы целы. Это вполне может быть мотивом нападения. Он зажил бумагу в руке, когда понял, что его жизни что-то угрожает. А поджог злодею строил для того, чтобы поскорее вызвали скорую. Сначала забор повалил, но это не сработало. Предлагаю пока придержать информацию об этом запрете. Никому не говори, даже близким. КОНЕЦ А зовут меня Котов Константин Сергеевич. Я вам пытался дозвониться, у вас телефон все время занят. Да я родственников обзвоню вам. Надо готовиться к худшему. Одна я с ребенком не справлюсь. Вы, может, подождите хоронить, может, он еще поправится. И, кстати, вы откуда узнали, что он в больнице? Мы просто сами два часа назад только об этом узнали. Из больницы мне позвонили. А что Алексей делал в середине рабочей недели в городе? К брату ездил. Чуть-чуть, чуть-чуть. Извините. Жилина? Значит так, Алексей ездил к своему брату. А, секунду. У брата такая же фамилия? Бондаренко Петр Алевтинович. Бондаренко Петр Алевтинович. Давай их не вырви. Я смотрю, вы уезжать собрались, да, куда-то? Да, мы к моей маме собирались на выходные поехать. Последний звонок с номера Алексея Бондаренко был на телефон его жены. За несколько минут до нападения. Разговор длился три с половиной минуты. Да, звонил, только сказал, что все в порядке, он едет домой. И все, больше ничего. А с кем он дружит в деревне? Есть друзья? С директором школы можете поговорить. Ушаков Глеб Анатольевич, он наш сосед, правда, он сейчас, наверное, в школе. Ушаков Анатольевич, я. Ты пробей последние звонки Натальи Бондаренко. Я очень хочу знать, кто ей сообщил о смерти мужа раньше нас. Это будет не сложно. Всего один номер. Из больницы? Нет, городской номер. По этому адресу живут Петр Бондаренко с женой. Голова дырявая, забыл спросить. Какие отношения между братьями были? Да никакие. Мы эту тему не обсуждаем. В доме повешенного веревки не говорят. В смысле? Петр прибрал к рукам наследство отца. С тех пор они не общались. А вы мне зачем соврали? Ну, это ж Петр вам позвонил и сказал, что Алексей в Кубе. Когда Алексей ушел отсюда и куда направился? Ну, часов девять уже было. Да, Вась? Да, новости начались. А пошел на автостанцию, ну, чтоб домой уехать. А теперь записывайте главное. При нем был ценный предмет. Византийская икона в золотом окладе с яхотами, изумрудами и прочими самоцветами. Вась, вот, дальше пишите. Икона была уложена в дорогой кожаный портфель. Мой портфель. Стоимость вещи? Ну, у памяти нет цены. Это мне в наследство досталось от батя моего, Олевкин Семеновича. Он помер уже лет десять назад. Пятнадцать. Ну, не суть. Зачем брату икону передали? Ну, они с женой попали в финансовую яму. Ну, все-таки есть у памяти цена. А кто у вас болеет? Вы? Что с вами? Мне позвонила жена Петра. Она крупная шишка. Под ней все больницы в городе. Она заммэра по вопросам о здравоохранении. И сказал, что Алексей при смерти. Наташенька, девочка моя, ну не плачь. Ну, подумай о ребеночке. Подумай холодной головой. Ну, что с вами будет без нас? Чего я хочу? Немного. Не мешай нам. Мы его смерти не хотели. Так само вышло. Мы дадим лучших врачей. Но если он умрет, мы заберем почку для Петеньки. Леша сам так хотел. Петенька, господи, какое везение. Ты будешь жить. Она согласна. С ней проблем не будет. Но денег придется дать. Еще посмотрим, сможет ли она сама воспитывать ребенка. Об этом я не подумала. Припугнем опекой, если заортачится. Вы мне за это ответите. У меня инвалидность. Мне уход нужен. Ответьте на вопрос. Хорошо, я отвечу. Мне дважды пересаживали почку. Оба раза организм отторгал ее. Последняя надежда на пересадку родственной почки. Поэтому я и обратился к Лехе. Не чужой же все-таки человек. Брат все же. Не брат он тебе. Как у вас язык поворачивается о таком просить? Он мой кормилец. На трех ставках пашет. Всю черную работу на ферме делает. С одной почкой тоже люди живут. Никто не знает как. Убирайтесь. Он не согласен. Я заплачу. Я бабла вам подкину. Дом построите. Алексей достаточно зарабатывает. Нам лишнего не надо. Убирайтесь. Да знаю я, сколько он зарабатывает. Это же курам насмерть. Это только благодаря мне школу не закрыли. Это я мэру шепнул, что ты там пять копеек своих имеешь. Ты же у нее просто на шее сидишь. Это же не твоя ферма, брат. Ты же приживалка у своей жены. Стань же мужиком. Принеси мамонта. Построй дом на месте этой халупы. Вон! Уходи! Уходи, Леонид. Я не посмотрю, что ты больной. Он передумал. Поэтому и вернулся ко мне домой. Мы помирились. Все уладили. Я беру его почку. Он получает мою икону. Это из-за икон они перестали общаться. Когда Леша был в армии, отец их умер. И по наследству, и квартиры, и дачи, и гараж. Все было отписано Петру. А Лешке икона. Когда он вернулся, Петр сказал, что икону украли. Во время поминок. Обманул? Да. Я вам солгала. Сказав, что Леша ничего важного по телефону не говорил. Да я знаю. Звонок три с половиной минуты длился. Согласитесь, это слишком много, чтобы просто сказать, что с делами все нормально. Так что он сказал? Забирай вещи, мы уезжаем. Ты кинешь его? Я забрал только свое. Свое, понимаешь? А каким образом, это мое дело. Со мной тоже никто не цацкался. Поговорим позже. Мне нужно проверить кое-что. Это дело принципа. Надо остановить его. Кого его, брата? Не знаю. Он не сказал. Спасибо, Костя, поняла. Ваш брат собирался сбежать с иконой, женой и ребенком. Вы не хотели расставаться с семейной реликвией. Но и почка брата вам была нужна. Поэтому вы сделали вид, что сделка состоялась. Потом догнали его и ограбили. А ранение в головы превратило вашего брата в идеального донора. Нет, 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 я докажу. Я дал Лехе поддельную икону. Это копия. Настоящая икона в сейфе у моей жены в квартире. Это ничего не доказывает. Вы забрали икону у брата и спрятали в квартире. ФЭС расследует нападение на учителя Алексея Бондаренко. После черепно-мозговой травмы Алексей в коме. Накануне он оформил нотариальный запрет на изъятие у него донорских органов. Смерть Алексея выгодна его брату Петру, которому нужна для пересадки почка. Параллельно ФЭС ищет пиромана, который держит в страхе весь город. А раньше было вот так. Если камушки были настоящие, я даже затрудняюсь дать оценку. Это миллионы рублей. У нас тут культурная пятиминутка, приобщаемся по-прекрасному. Давайте-ка посмотреть. Оксана, что ты нарыла по пироману? А, я почти закончил анализ фактов и более чем уверена, что у поджигателя есть своя система подбора жертв. Пойдемте. Ну, так ведь нельзя. Ну, школа наш дом. А порядок в голове начинается с порядка в доме. Кто разбил окно? Кто это сделал, Кирилл? Я не знаю. Ты староста класса. Ты должен знать. Не надо покрывать этого ученика. Его родители обязаны возместить ущерб. Вот этот вот. У них нет денег. Ты знаешь его? Кто он? Здравствуйте, Куртокотов. Из федеральной экспертной службы. Ушаков, директор этой школы. Видели, что творят? Да-да-да. Значит, хулиган у нас не признается. Может быть, вы нам поможете, а? А то у нас в школе каждый день какой-нибудь ЧП. Как на Диком Западе живем. Вооружились. В смысле? Теперь у каждого мальчика есть рогатка для охоты. После введения карантина, когда свиней отобрали, теперь только ленивый не ходит охотиться. Кто на зайца, кто на утку. Я бы сам рогатку взял в руки. По статусу не положен. Значит, у всех есть рогатки. Достаем, показываем, показываем. Детка, стреляем? Все! Хватит, я все понял. Пока стрелка искать мы не будем. Пока. Вы подойдите, пожалуйста, поговорим в машине у меня. Хорошо. Подходит. И по размеру, и форме. И силу удара объясняется не комплекцией нападавшего, а характеристикой орудия. Метательная, как на заре цивилизация. Надо возвращаться на место нападения и осмотреть еще раз тщательно. Прошу прощения, что заставил долго ждать. Надо было окно заклеить. Мой сын Кирилл. Он нам может помешать? Да нет, нет, не думаю. Давайте так с вами поступим. Я вас на дом сейчас подброшу обоих. А потом мы с вами наедине спокойно поговорим. Хорошо. А вы пироманы не боитесь? Ну, я имею в виду, инциденты были какие-то? Вот, вот, фу, хватит с нас одной беды. Мы никак под карантин оправиться не можем. Люди в шоке. Свиньи нас кормили, одевали, давали возможность учиться, а теперь с копейки на копейки пробиваемся. Ну-ка, иди сюда, вы шестый. Бог в помощь, ваш беглец. Ой, спасибо. Моя старуха-то совсем без памяти. Забывает клетки закрывать. Мы раньше свиней выращивали, те так не бегали. А вам кролика-то не нужна, а то могу зарезать. Да нет, я нормальное мясо люблю. Нормального больше нет. Эх, 90 голов держал. Все сожгли. Чума, дескать, виновата. А у меня-то все здоровые были. Когда африканская чума пришла на Кубу, Фидель Кастро приказал уничтожить всех свиней, сказав, один день поплачем, а потом будем жить дальше. Так это если есть чума-то, а у нас-то нет. У нас в лесу двух дохлых кабанов нашли, и сразу эпидемия, карантин. Кому это надо? Свиноводческий комплекс, в ком уж еще-то. Конкурентов уничтожают. Хотят, чтоб свинина стоила, как осятрина. Кролика-то точно не будешь брать? Да нет. Здесь все, что удалось узнать и систематизировать по действиям пиромана. Поджоги начались три месяца назад, сразу после введения карантина. Все имущество, которое поджег пироман, принадлежит муниципальным служащим. Несколько человек работают в службе ветеринарии области, двое в местной думе отвечают за безопасность населения, и еще один человек в районном Роспотребнадзоре. Все рядовые служащие — сошки. Но их объединяет то, чтоб все их службы участвовали в введении карантина. Может быть, это месяц за карантин? Свинокомплекс тут ни при чем. Это Петр мстил. Он хотел, чтоб мы к нему на коленях приползли от безденежья. Вы что, серьезно? Не, не до шуток. Он и школу хотел закрыть. Но мы все объединились и отстояли. Что случилось-то? Куда все пошли? На школу закрывают. Говорят, нерентабельная. Это все брат его прориски. Сейчас письмо президенту сочинять будем. Тащи бумагу. С рука будем охранять по очереди. Если его будут похищать, свистеть и сразу же звонить полицию. Понял? Потом пикет был у здания администрации. От школы они отвязались и придумали этот проклятый карантин. Василиса – жена Петра. У нее связи по всей области. Что вам всем от меня нужно? Отдай брату бочку. Его взяла. Да я вас всем. Ну зачем ты так? Им же детей кормить надо. Да я свою, свою воду. Да кто ее возьмет? Кому она нужна? Я же… Отдались им эти свиньи. Пусть к вас развозят лошадей и коров. Тварь неблагодарный. И это после того, как я их детей мучил. После того, как я их походу водил за свой счет. Крылись их. Да пропадились и пропадом. Ты что? Ты не согласна? Познакомьтесь. Это шар-убийца. Шар-убийца – это эксперты. Новость последнюю слышали? Мы выяснили, у кого в Потемкино есть скутер. У кого же? У него. У Алексея был. Три месяца назад он его продал. Начало поджогов. Я думаю, что он его спрятал, а всем сказал, что продал. Ну да, скутера нигде нет. Я же вам говорила. А где скутер? А вот. На кролика поменял. Да шучу я. В городе продал. А кого он скутер продал? Какому-то мужчине. Он кроликов разводит. Алексей поехал к нему кролика купить, а тому зачем-то скутер понадобился. У вас в Малиновске только ленивый, похожий кроликов не разводят. Вот. Может быть, пригодится. Алексей делал пометки. У этого скутера такие же боковые поворотники, как у нашего. Алексей сам прикручивал. Жилина, по-видимому, Алексей мог поехать искать продавца кроликов, думая, что тот поджоги совершает на его скутере. Все. А вот шкурка того кролика. Больным оказался. Сдох через неделю. Нужно в Малиновске найти того, кто выращивает и продает таких кроликов. Обычный кролик. Без явных признаков породы. Получен путем скрещивания. Понятно. Ладно. Попробуем вырастить в пробирке патогенную флору, которая обычно объединяет животных, живущих в одном помещении. На это уйдет пару-тройку дней. Да хоть недели. Можно я, пожалуйста, здесь подожду? Не, ждать как раз не надо. Ждать не надо. Надо обходить по дворам, образцы собирать. Ну, что у нас нового? Галина Николаевна, на железном шарике есть поджавые. Можно брать образцы у всех подозреваемых и сравнивать. Галина Николаевна, ну что, взяли анализ ДНК у всех школьников и у преподавателей отпечатки пальцев взяли. А что вы думаете? Учителей тоже у многих рогатки есть. Это их школьники заложили. Но в целом, вы знаете, дети прекрасны, одно удовольствие с ними общаться. сколько там еще адресов? Ах, холодно. пипец. Пацаны, ну так нельзя, извините, не удержаться в лес. Ну, нельзя так пить, правда. Весь корпус складываю удар, не бойся. Вот это удар. Продолжайте тренировку, Родина вас верит. Этим шариком пробили голову Алексею Бондаренко. На нем твои следы. Зачем ты хотел его убить? Это он нас хотел всех убить. Он решил брата кинуть. А знаете, что бы нам за это было? Нам бы школу сожгли, вообще всю деревню нафиг. Прислали бы карательный отряд? Что? Рассказывай с самого начала. Ты следил за физурком? Да, чтобы он не сбежал. Сказали же, отдай почку, всем хорошо будет. Теперь главное, чтобы он не сбежал. Сбежит, точно школу закроет. Она придется в город переехать. А жить тогда где? Кому-то будем с ним отсилием. Повезет, если общежитие дадут. Я ведь отец-одиночка. Требовать буду, просить. Ну ты не переживай. Может, Леша еще одумается. Живут же люди. Без почки. Я услышал его разговор с женой. Физрок приказал ей собирать вещички. А сам он только вышел из двора своего братства с новым портфелем, набитым. в портфеле были не деньги, а икона. Я ее спрятал, телефон утопил, бумагу сжег. Он сам виноват. Отдал бы почку, ничего бы такого не было. Трус. Уведите задержанного. Граждане понятые, прошу обратить ваше внимание, что в сарае гражданина Миронова обнаружен скутер, канистра с бензином и мотоциклетный шлем. Что ж ты, отец, под старостью лет пустился во все тяжкие? А? Можешь внятно объяснить, зачем было сжечь чужое имущество? Ну, что виноваты рядовые ветеринары? Они же подневольные люди, настоящие-то злодеи, выше сидят. Они же участвовали. Молодушные трусы. Зарязали свиней. Лишили дохода сотни людей. И все ради того, чтобы спасти одну никчемную жизнь. А вы скутер-то покупать не передумали? Зачем оно? Внучку хочу подарок сделать. Ты давай договор пиши, что все по закону. Бондаренко? Бондаренко? Ты не родственник ли тому гаду? Кровопийца, который рынок закрыл и торговый центр поставил? Да, это мой брат. Уходи и кролика отдай. Я его брату ничего продавать не буду. И скутер мне твой не нужен. Да подождите вы. Дайте я вам все объясню. Ты держись. Не сдавайся. Ты же для них пример. Ты учитель. Как ты себя поведешь, потом к тебе равняться будут. Спасибо, отец. Будет еще и на нашем дворе пень гореть. Оксана. Что такое? Что случилось? Несчастье какое-то? Что-то личное? Так его в другую палату перевели. Он из кома вышел. И прогнозы отличные. Ну ты даешь. Спасибо, что разобрались. Спасибо, что отпустили его. Я без Петруши жить не могу. Я хочу, чтобы вы ознакомились с копией одного документа. Это запрет на изъятие органов в случае смерти Алексея Бондаренко. Мы будем пристально наблюдать за ним и его окружением. Да как вы могли подумать? У нас даже и в мыслях такого не было. Далее. Вопрос карантина будет обсуждаться на самом высоком уровне. И в случае выявления нарушений возбудят дело о превышении полномочий некоторых должностных лиц. Пап, ты вдруг хотел брата кинуть и сбежать с почкой? Ты же сам говорил, что за этих двух идиотов люди страдают. Я же всем нам помогал. Почему этого никто не понимает? Почему меня одного накажут? Пап. Продолжение следует... Продолжение следует... Смысл-то есть в этом? Лучше б со Светкой, со своей. Делом занялся. Как раз за дежурство успею. Ладно, счастливо оставаться. Давай. Кого-то грабанули, что ли? Эй, Леха, ты что ли? Че тут за портфель валяется? КРИК 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КРИК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде более-менее понятно. Патрульные шли обычным маршрутом оттуда. Один остановился там. Да, наверное, я хотела посмотреть, что в этом портфеле. Второй пошел в сторону мусорных баков. Тут получил по голове. И начали стрелять. Судя по количеству гейз, было сделано пять выстрелов. Сегодня ночью перестали выходить на связь двое патрульных. Их нашли на обычном маршруте патрулирования. Младший сержант полиции Тимофей Пластунов был застрелен. И старший сержант полиции Клим Вахрушев тяжело ранен. Но он сейчас в больнице. А что-нибудь еще известно? Пока нет. Наши оперативники осматривают место преступления. Ждем, когда Вахрушев придет в сознание. Не шевелись. Привет. Что случилось? Кто вас так? Нас. Часть Тимофы. Грохнули Тимофу. Ты что-нибудь помнишь? Видел кого? Да, вроде Нарик местный. Леха Истомин. Что Тимофа делал последние дни? Да все то же. Домой ездил. И с бабой своей гулял. Хорошо. Ладно, поспи часика три. А потом можешь давать показания. Клим Вахрушев родился, учился, послужил в армии, затем устроился на работу в полицию. Живет в общежитии МВД. Сосед по комнате его напарник Тимофей Пластунов. М-м-м, а Пластунова интересней. Отец Георгий Константинович был бизнесменом, погиб два года назад. Мать Ирина Владимировна умерла от инфаркта через полгода после этого. Все имущество продалось долгим мужа. С тех пор у Тимофея постоянная регистрация в деревне, в старом доме деда. На трубе, которой Вахрушева ударили, есть читабельные отпечатки. Истомин Алексей Алексеевич. И чем он знаменит? Смотрим. Истомин. Без определенного рода занятий. О, задерживался с небольшими дозами наркотиков. И живет совсем рядом от места преступления. А кто его задерживал? Да в том числе Пластунов и Вахрушев. Может наркоман просто им отомстил? Полицейским. Все, забирайте. Да, Андрюш. Да, я поняла. Скинь-ка мне адрес, пожалуйста. У нас есть подозреваемый. Поехали. Скинь-ка мне адрес. СТУК В ДВЕРЬ Полиция! Стрель! Поднялся! Поднялся! Встал! СТУК В ДВЕРЬ Может у него ломка была? Денег на дозу не доскреб? Вот и пошел искать первого встречного? Угу. И первыми встречными оказались два знакомых патрульных? Стрелянный. Пяти патронов не хватает. Юля, тебе скинули номера табельного оружия Вахрушева и Пластунова? Сейчас посмотрим. Да, это их оружие. Во время ночного патрулирования застрелен младший сержант Пластунов и тяжело ранен его напарник Вахрушев. На месте нападения находят следы наркомана Истомина. В квартире Истомина обнаруживают оружие Пластунова и Вахрушева. Истомин задержан. Ну что, Валь, по трупу Пластунова? Во время смерти около двадцати трех часов вчера. Причина огнестрельное ранение в голову. Контрольный выстрел? Похоже на то. Имеются еще два огнестрельных ранения в плечо и в бедро. Две пули застряли в бронежилете. Обе выпущены из стабельного оружия Клима Вахрушева. Мы патрулировали. Там портфель лежал. Солидный такой. Тимоха. В смысле, младший сержант Пластунов. Я понял. Он начал портфель осматривать. Я вокруг. Там помойка. И фигура в светлом плаще. Такой, как у Лехи Истомина. А это у нас. У меня команд местный. Я знаю. Чего дальше? Я к нему. И все. Больше ничего не помню. Ты помнишь, как он тебя ударил? Я же говорю, я только плащ видел. Погоди. А лицо его ты видел? Вроде нет. Да не помню я ничего. Вчера нашел штукарю по мойке. Вечером шернулся. Потом, кажись, добавил. Да не ходил я ночью никуда. Нахрена мне. Да я и не мог. Ну чего вы меня тут пытаете? Никто вас не пытает. Пока еще. Да. У нас другая специализация. А сейчас кое-кто придет. Здравствуйте, мне нужна ваша правая рука. Не имеете права. Имеем. У нас и постановление есть. Руки отрезать. Идея, конечно, интересная, да, Галина Николаевна? Но пока что мне только нужна ваша кровь на анализ. Не волнуйтесь. О, вещдоки привезли из квартиры Истомина, да? Да. На обоих пистолетах его отпечатали. А Истомин поет, что ничего не помнит. Конечно. Мента завалил. Такую лучше забыть. На рукаве его плаща микробрызги крови Пластунова. Видимо, при контрольном выстреле попали. Странно. А следов пороховых газов на коже Истомина нет. Хотя он не умывался в несколько суток, как минимум. Истомин вколол наркотик вчера часов 8-9 вечера. Добавил 6 часов утра. Уже после убийства Пластунова. А во время убийства у него было сильное наркотическое опьянение. Вот, ё-моё. У этого Истомина даже дверной замок в каком-то дерьме. В последний раз его открывали отмычкой. Царапина не затёрта. Плащ Истомина носило несколько человек. Лично я побрезгал бы. Да я бы тоже. Кто мог надеть ваш плащ? Плащ? Да кто угодно. Мы с друзьями, когда сидим, ну, там, если дождь, то, ну, надо там в магазин. Ну, чья очередь, тот и надевает. Похоже, Истомина подставили. Специально подкинули деньги, чтобы он шорнулся. Вскрыли дверь, забрали плащ, напали на полицейских. Им нужен был именно Пластунов, потому что убили только его. И они подготовились. Знали график и маршрут патрулирования. И они знали, что Вахрушев и Пластунов уже задерживали Истомина. Чего Тимоха тебе о себе рассказывал? Ну, как чего? Ну, в полицию он поступил. Так как денег не было. Да и жилища. Только в деревне. А тут общага. И можно на юридический поступать. С кем у него конфликты были? Да личных конфликтов у него не было. Только по работе. Ну, а там мы же с ним вместе. А что он в свободное время делал? В деревню ездил. Да и с девчонкой своей встречался. Как вас зовут? Светка. Светлана Стрельнова. Понятые спасибо. Подпишите протокол и можете быть свободны. Так. Комнату опечатать. Девушка, извините, вы ведь Светлана Стрельнова, верно? Верно. А что случилось? Что-то с Тимофеем он трубку не берет. Сейчас, минуточку подождите, пожалуйста. Это нужно отвезти к нам срочно. Да. Дело в том, что Тимофей погиб сегодня ночью на дежурстве. Что? Как? Мы знаем, что вы с Тимофеем. У меня в комнате есть его вещи. И, возможно, вам понадобится мой компьютер. Он им пользовался. Там есть его файлы. Вещи из комнаты Пластунова. Что нарыл? Смотрю билинги Пластунова. Его мобильный отключался во время поездки в деревню. У них там перебой со связью. Это девушка Тимофея? Симпатичная. Да, ничего так. Особенно в купальнике. Что же он так в фотографии-то за лапу? А чего удивительного? Парень постоянно уезжает в деревню. Что делать здоровому, половозрелому мужику в одиночестве долгими темными вечерами? Можешь не продолжать. Я имел в виду фотографиями любоваться. Угу. Обычно биологический продукт такого любования мы находим на простынях. А тут на фотке. Это не Пластунов. Не его отпечатки. Вахрушев? Так он неравнодушен к девушке своего напарника? А с соседом Тимофея Климом Вахрушевым вы хорошо знакомы? Не очень. Правда, он оказывал мне знаки внимания. Но робкие. Что-то не так? Мне кажется, что утром вещи лежали по-другому. Так вы не трогайтесь здесь больше ничего? У вас камера на подъезде работает? Откуда я знаю? Наверное. Так. Разберемся. Надо бы еще проверить ваш входной замок. На личинке замка Стрельнова и свежая царапина. У меня такое ощущение, что это те же отмычки. Ты можешь по царапинам на замке идентифицировать отмычки? Нет. А вот грязь замка Истомина в замке Стрельнова я идентифицировать смогу. Ну, точно. Квартиру Стрельнова и вскрыли после квартиры Истомина теми же отмычками. Поэтому грязь из одного замка перенесли в другой. Вахрушев отпадает? Квартиру Стрельнова вскрыли сегодня днем, а Вахрушев в больнице? Ну, либо он вообще ни при чем. Либо у него есть сообщник с отмычками. Ну, тогда вряд ли это убийство из ревности. Посмотри со звона Вахрушева. А я чем занимаюсь? Ну, может, ты фотки что-нибудь разглядываешь? Я разглядываю один номер, с которого Вахрушев периодически созвонился. Ну, и что в этом номере особенного? Только то, что его хозяин сидит в тюрьме. А номер сегодня с утра успел побывать в больнице, где лежит Вахрушев. Затем в квартире Истомина, а потом в квартире Стрельновой. Во время ночного патрулирования застрелен младший сержант полиции Тимофей Пластунов и ранен его напарник Клим Вахрушев. ФЭС задерживает наркомана Алексея Истомина, но затем понимает, что того подставили. Девушка Тимофея, Светлана Стрельнова, обнаруживает, что ее квартиру обыскивали. Подозревают, что к убийству Тимофея причастен его напарник Клим. Проснись, пиролюбовник. Разговор есть. Чего? Во-первых, Тимофея был застрелен из твоего пистолета. Пистолет мы нашли у Истомина. Но вот незадача. Истомин был в отключке всю ночь. И вырисовывается очень странная картина. Именно ты нам указал на Истомина. Я видел его плащ. А еще ты очень неравнодушен. Девушке своего напарника. Не с ней? Так все фотографии. А потом ты подумал, а почему не с ней? Тимоха? Так его можно убрать. И свалить все на наркомана. Вы что? С ума сошли? Я никого не убивал. Тем более Тимоху. Может и не ты. Может и тот, кто к тебе сегодня приходил. С кем ты созванивался постоянно. Номерок у нас есть. Мы его найдем. Это не он. А он кто? Он меня попросил. Я работаю в одном очень солидном банке. Так уж получилось, что перед смертью отец Тимофея похитил у нас крупную сумму денег. А Тимофей либо знает, где они, либо обязательно будет их искать. А я тут при чем? Я просто прошу тебя приглядывать за твоим соседом. Если вдруг что увидишь, обязательно звякни мне. И зачем мне это нужно? У меня есть очень хорошие связи и в полиции, и в охранных структурах. А тебе? В случае удачного содействия, ну, соответственно, и процент. И карьера. Он ничего не знал про убийство. И поэтому сегодня пришел. О чем вы говорили? Он меня просил рассказать, как все произошло. И я рассказал. И про Истомину тоже. Он мне велел еще часа три тут полежать. И только потом давать показания. Прислали записи камеры наблюдения с подъезда Стрельновой. Нашел, кто влез к ней в квартиру? Думаю, да. Вот. Этот мужик там не живет. По времени подходит. И видишь, вот, он явно пытался не попасть на камеру. Только профиль. Я думаю, это он. Виктор Хомяков. Заместитель начальника службы безопасности банка. И что ему надо? У этого банка отец Тимофея Пластунова взял большой кредит и не вернул. По словам Вахрушева, Хомяков его нанял следить за Тимофеем. Убийство Тимофея может быть как-то связано с этими деньгами. И гибель у его родителей. Надо брать Хомякова. И что ты ему предъявишь? У нас пока ничего нет. Ну вот, номер, на который звонил Вахрушев, сейчас движется в область. В сторону деревни Пластунова. А этот номер у Хомякова. Он наверняка хочет проверить дом Пластунова. Нет, я никогда его не видела. И Тима мне тоже про него никогда не рассказывал. А о своих родителях Тимофей что-нибудь рассказывал? Он не любил говорить об этом. Это была явно болезненная тема. Правда, один раз он рассказал, как погиб его отец. Батя должен был кому-то. Вроде вез им деньги. Но его машина взорвалась на мосту и упала в реку. Течение было сильное, труп не нашли. Свидетелей было куча. Они его и видели, что он в машине взорвался. А расследование что? Ничего. Да понятно, что его убили за денег. Только непонятно кто. Когда отца не стало. Кредиторы. Населена мать. Пришлось все выплачивать. Из-за этого всего мамка умерла. Стоять! Не двигаться руки в гору! Руки выше, не дергайся. Я не сопротивляюсь. Оружие при мне. Разрешение в кармане. Я сотрудник службы безопасности. Хомяков Виктор Дмитриевич. Вы задержаны за незаконное проникновение в жилище. И по подозрению в убийстве. Вот они. Доброе утро, Виктор Дмитриевич. Я полковник Рогозина. Начальник федеральной экспертной службы. Очень приятно. Наслышан про вас. Вы ведь человек юридически грамотный. Должны понимать, в какое положение попали. Мы можем доказать, что вы были в квартире наркомана, которого подставили под убийство Тимофея Пластунова. Позвольте, я сэкономлю ваше время. Вы прекрасно знаете, кто я и почему следил за Тимофеем Пластуновым. Кстати, деньги за последние два года, которые я ищу, так нигде и не всплыли. И вдруг его убивают. У меня есть информатор в окружении Пластунова. Ну, об этом тоже знаем. Клим Вахрушев. Я смотрю, слухи о вас не преувеличены. Да. Он мне рассказал про этого наркомана, который якобы на них напал. Я сразу же проверил его квартиру. Я заподозрил, что наркомана подставляют под это убийство. А это значит, что Тимофей вышел на след денег. У его отца был, скорее всего, сообщник. Он и убил. Он для того, чтобы спрятать концы в году. Но как вы могли не заметить, что Тимофей занимается поисками? Я думаю, он начал недавно и тщательно это скрывал. Вахрушева обмануть несложно. Да и, честно сказать, за последние два года я сам почти поверил, что деньги потеряны. Что вы искали у невесты Тимофея? То же самое, что у него дома. Какие-то записи, документы, ну, хоть что-то должно было быть. Но только не в общаге. В общаге бы Вахрушев нашел. Где вы были прошлой ночью? Алиби хотите? Я был у женщины. Об убийстве узнал только утром. Вы поймите, мне нет никакого смысла убивать Тимофея. Мне надо деньги найти. Кстати, дом его я так и не успел проверить. Ну, об этом вы можете не беспокоиться. Юль, что ты нашла? На фотографии, похоже, это родители Тимофея в каждом конверте. Что ты с этим замком возишься? Судя по всему, замок снаружи висел. Хомяков его снял и положил в прихожей. Я глянул. Замок отмычками отпервали. А ключи от дома у Хомякова мы не нашли. Ну, значит, это не Хомяков убил пацана, раз у него этих самых ключей нет. Алиби Хомякова на ночь убийства подтвердилось. И его версия про сообщника отца Пластунова кажется наиболее вероятной. Какая версия? О том, что Тимофей вышел на след денег отца. И тот, у кого эти деньги, его и убил. Как Тимофей мог кого-то найти? Когда? Возможно, когда пользовался компьютером своей девушки. Срочно пробейте все выходы в интернет с IP-адреса Стрельновой. Ну, и надо опросить соседей Пластунова по деревне. Соседи говорят, что Тимофей за последние две недели появлялся здесь все реже, чем раньше. А это значит что? Это значит, что в это время он мог заниматься поисками денег своего отца. Что у тебя? Да тут всякая мелочь на растопку. Несколько чеков из магазина. Может, по ним удастся узнать, где он бывал. Я, кажется, поняла, что именно Пластунов смотрел на компе своей подруги. Порнушка. Ой, кто о чем? Нет. Он пробивал какие-то фирмы. Их руководители, местоположение, телефоны. Возможно, его отец работал с этими фирмами. Угоняй-ка. Слушай, фоток не хватает. В ателье на конвертах пишут количество фотографий, но фоток в наличии гораздо меньше. Подарили кому-нибудь? А может, кто-то не хотел, чтобы его нашли на этих фотках? Что ты там собираешься найти в ту клет этим фоткам? На конверте есть липкий слой. А на нем волосок. Метахидриальная ДНК должна сохраниться. Это с кем совпадение? С одним из тех, кто совсем недавно носил плащ наркомана. Виктор Дмитриевич, посмотрите, пожалуйста, вот на эти фирмы. Вы ведь наверняка проверяли контрагентов отца Тимофея Пластунова. Нет ли там кого-то из них? Да, некоторые есть. Но мы все тщательно проверяли на предмет вывода денег, обналичивания, фиктивных договоров, ну и прочего. Приятелей Пластуновых мы тоже проверяли, но ничего не нашли. Нам нужна вся эта информация. Ну, наконец-то. А то второй день расследования, а у нас еще мусора не было. Всегда бы такой чистый мусор был. Проверяй, давай чеки. Посмотрим, куда Тимофей ездил. Как обычно, забрала самое чистое. И как обычно, мне достается напрасная работа. Это чеки из магазина около общежития. Угу. Странно. Чек явно старый, а на нем куча свежих потожировых. А откуда чек? Офигеть. Чеку восемь лет. Тимофею тогда было двенадцать. Ну, может, мороженое себе купил. Сейчас посмотрим, что он себе купил. Это чек из кафе в Растайске. Вряд ли ребенок ездил туда один. Кафе закрыли пять лет назад. Кто-то из родителей Тимофея восемь лет назад контактировал с кем-то в Растайске. И Тимофей недавно обратил внимание на этот чек. Виктор Дмитриевич, скажите, пожалуйста, вы не помните, был ли у отца Пластунова какой-нибудь бизнес-партнер или знакомый из Растайска? Нет, не помню. Но у меня есть разбивка по городам. Так. Вот маленькая фирма из Растайска. Но, собственно, она работала не с самим Пластуновым, а с его контрагентом через еще одного контрагента. И всего один раз. Вы проверяли эту фирму? Думаю, да. Но не раскапывали. Тут незначительный платеж, и она уже закрыта. Но здесь есть имя генерального директора, некая Каретникова Инна. Каретникова Инна Сергеевна, 35 лет. Замужем сыну, 10 лет. Муж у нее... Каретников Олег, бизнесмен, 47 лет. Переехал в Растайск, 18 лет назад. Что-то я не вижу никаких контактов с Пластуновым. Вот старые номера фирмы Каретниковой. На них звонили две недели назад с явно левого номера. И тогда он был в Москве. Возможно, Тимофей пользовался этим левым номером для поисков. И как раз он, скорее всего, искал этих Каретниковых. Надо их пробивать. Это Каретникова с сыном. Ее муж сейчас в отъезде по делам. Будет только завтра. Ну, ДНК его мы и так можем получить. Да, вот и жавы из плаща «Наркоман» и волосы, фотографии из дома Тимофея, прижат отцу этого мальчика. Ну, то есть, Олегу Каретникову. Олег Каретников? Нет, не узнаю. Скажите, а нет другой фотографии без бороды и очков? Где я ему возьму другую фотографию? Это с паспорта. Самая свежая. Он год назад паспорт менял. Убери бороды и очки. Оправа толстая. Бороды много. Значительно скрытая область лица, поэтому большая вариативность. А фотка из старого паспорта есть? В паспортном столе должна быть. Ну, вот ищу. Есть фотка еще с советского паспорта. В 25 лет. Это он? Совсем не похож. Ну-ка, дай-ка. Давай-ка посмотрим, что можно получить из последней фотографии Каретникова. Такой не похож. И такой не похож. Стоп. Вернее, предыдущий вариант. Ну, совсем не похож. Не может быть. Невероятно. Это кто? С одной стороны, вариант лица Олега Каретникова. А с другой фотографии Георгия Пластунова, отца Тимофея, ну, которого взорвали. Но труп которого так и не нашли. Теперь понятно, почему Георгий сменил личность. Вы полагаете, что Олег Каретников это Георгий Пластунов? Олег возник в Ростайске 18 лет назад. Это значит, что уже тогда Георгий готовил себе запасную жизнь. Половина времени с одной семьей, половина с другой. И всем говорят, что занят бизнесом. Командировки. Но деньги из одного бизнеса в другой ему приходилось перекачивать. Вот так вот он и засветился. Хоть и оформил фирму на вторую жену. Постойте, а почему тогда мы не обнаружили родственные связи Олега, который Георгий, с Тимофеем Пластуновым? Я думаю, что Тимофей не родной сын Георгия. Георгий расписался с матерью Тимофея за пять месяцев до его рождения. Тимофей этого не знал. А Георгий знал. Поэтому так легко и убил Тимофей, когда понял, что тот может вывезти на него кредиторов. Боюсь, что для обвинения в убийстве улик у нас маловато. Инна! Инна, иди сюда! Быстро! Быстро! Чего ты? К нам идут два мужика. Меня нет, буду поздно. Мобилу отключу. Ты ничего не знаешь, поняла? Пускай оставит телефон, я перезвоню. Скажите, вам знаком кто-нибудь из этих людей? К вам из них кто-нибудь приезжал? Нет, не знаю. Жаль. Еще вопрос. Несколько лет назад у вас была фирма. Ой, это к мужу. Он там всем занимался, я только формально числилась. Спасибо. Извините. Всего доброго. Уйдем звонка. До свидания. Кто это? Что с тобой? Мне нужно уехать на пару дней. Говоришь, ты ничего не знаешь. Я к командировке. ХRIМ, ХИГ. ХИГ. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Стоять! Не торопитесь. Как вы и предполагали, Галина Николаевна, у Георгия Олега была заготовлена третья личность. Паспорт, машина, квартира. Только жениться не успел. Но главное, при нем оказались ключи Тимофея с его кровью. Так что теперь он точно не отвертится. Собственно, у меня один вопрос. У вас в Растайске есть родной сын Боря, которого вы сегодня собирались бросить. Вот если он через 10 лет нашел бы вас, вы его тоже убили бы? Как и Тимофея? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...